Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие наши подписчики, книжечки. Как ты их назвала? Сегодня еще раз хочу продолжить эту рубрику, где я рассказываю про свои прочитанные книги. Это уже книга по программе Нарерва. Покажи, пожалуйста. Книга Андрея Платонова, но там отдельный рассказ был, не всякий. Какой рассказ? Рассказ, который называется Никита. Так, понятно. До этого ты делала, так скажем, рекомендации тех книг, которые ты прочла. То есть тебе понравилось, и ты сказала, что вот вы можете почитать, так? В данном случае это у нас программная вещь, так? Это типа отзыва. Ну, вот не типа, а отзыв. Слова-паразиты, просьба убирать. У меня они тоже есть, и мы с этим будем вдвоем бороться. Рассказ Никита. Что из себя представляет? Ну, это довольно маленький рассказ, я, по-моему, 8-7 стрелялся. О чем? Маленького мальчика Никиту, у которого папа ушел на войну и не вернулся. Угу. Пошла на работу, а он все остался, и все, как будто все вещи представлял, как будто они живые. Угу. Голова кня у него была там и так далее, и много всего. Ну, то есть у него фантазия развивалась в связи с тем, что вот даже и поговорить-то не с чем, и заняться особо, ну, переделал дела. Понятно. И чем это все закончилось? Ну, закончилось тем, что отец все-таки наконец-то вернулся с войны. Так, а фантазии не закончились, слава Богу? Ну, почему? Ну, как бы отец вернулся, он все перестал видеть, и он боялся этого всего, ему казалось, что все злые такие. Угу. А отец вернулся, и все нормально. Хорошо. Как будто психическое расстройство какое-то. Возможно, да, возможно, и это. То есть ты вот хочешь сказать, что вот пока не было отца, а у него какие-то вот это... Ну, он один был, типа. Вот. Страшно было. Что ему как-то это он все замещал отсутствие отца какими-то своими фантазиями. Что фактически вот эти фантазии, это как защита у него была от какого-то вот страха, я так думаю. Или вот от тоски, да, примерно вот, я так предполагаю. Наверное. Вот. Ты же вообще Платонова читала до этого? Не. Я вообще не читал. Вот честно говорю. Ни Котлована, ни Чевенгура и так далее. Вот я говорю, я очень мало читал. Я не читала Платонова, да. А что ты читала? Я уже не помню, но помню, что я читала. Ну, понятно. Ну, вот что ты можешь сказать вообще? Вот тебе вот 12 лет, да? Ты прочла вот этот рассказ. Что вот он тебе тяжелый показался, сложный. Бессмысленно. Как это бессмысленно? Ну, ты сама же сказала, что вот про мальчика. Мне показался он какой-то странный, но слишком простой, что детский такой. А в чем простота? Ну, именно вот в том, что тут, ну, как, язык простой. Ну, язык простой, это хорошо. Фантазия детская. Ну, интересно, интересно. Ну, а что, типа, ох, что человек фантазирует. Сколько ему лет там? Пять лет. Тем более маленький мальчик. Да. То есть мальчик фантазировал в пять лет. То есть голова у него начала уже работать. В принципе, интересно достаточно. Вот так вот. Ну, а сам по себе, вот как он тебе понравился? Ну, средний. Средний какой-то, да? Ну, понятно. То есть ты бы не рекомендовала его почитать. Или как? Ну, это же типа... Это в обязательном порядке. Так бы ты его никогда не прочла. Ну, понятно. Ну, во всяком случае, хотя бы ты ознакомилась уже с творчеством. Хотя бы даже один рассказ. Может быть, еще там парочку попробуешь удалить. Ну, для чего вообще программа-то у нас? Не знаю. Не знаю. Ну, хотя бы, чтобы ознакомить с творчеством разных писателей. Все-таки достаточно интересные вещи бывают. Не просто так все-таки. Ну, а тяжело тебе его было читать? Нет, но об этом я бы не читала за минуту пять. Понятно, понятно. Ну, хорошо. Во всяком случае, детишечки начали читать у нас Андрея Платонова хотя бы уже хорошо. Вот. Работаем с этим. Будем рассказывать вам дальше, что вот как и дети, что как у нас читают школьную программу. А может только школьную программу? Ну, кроме школ... Это мы про рекомендации. А это у нас раздел по школьной программе для закончивших пятый класс. У нас эта книга в литературе была, вот эта рассказник. У нас был литературный, мы его не успели прочитать. Угу, поэтому вам дали. Хорошо, хорошо. Ну, вот интересный подбор для пятиклассников. То есть у меня... Нет, ну, я имею в виду по авторам, что программа рекомендует. У меня пришла женщина с шестиклассником Дон Кихота. Ну, я сказал, ну, они не взяли у меня. Ну, она говорит, мы с такой не прочтём. Ну, посмотрим, как мы на следующий год всё это одолеем. Итак, с вами была Аня с Абукинистом. И наши такие рассказы по школьной программе, что нам дают для пятого класса-шестого. Смотрите наш канал, подписывайтесь. Пока. До свидания. Это у нас Андрей Платонов. Пока.